Внимание, данное видео создано ради проверки экспериментов в качестве ознакомления как документальное кино и ни в коем случае повторять за нами не стоит. Короче говоря, мне нечем было заняться. О, идея Мэнтос плюс Кола, беспрогрешный вариант. Что это было? Да, давненько я столько Мэнтоса не видал еще со времен экспериментов Мамикса. Короче, у меня как всегда безумная идея, как бы заставить Мэнтос вступить круче в реакцию с Колой. Может быть добавить жидкий азот? Кто не знает, жидкий азот очень бурно реагирует с Кока-Колой, запуская их в небо как ракеты. А всем привет, с вами Тимон. И мы как всегда достали много жидкого азота. Жидкий азот невозможно купить в свободной продаже, и я рад, что вы не сможете это повторить. Поэтому смотрите только мой канал, ставьте лайки и подписывайтесь. Скоро будут очень крутые эксперименты. Ну а мы продолжаем. Я закупил Мэнтоса. Очень много, около тысячи штук, и хочу это все распечатать. Да, его реально много. Чтобы вы понимали, это колба на 5 литров, и весь Мэнтос занимает где-то 1 шестую часть этой колбы. Я предлагаю залить это все жидким азотом, который поможет Кока-Коле с реакцией. Заливаем жидкий азот к Мэнтосу. Интересно, как вы считаете, Мэнтос вступит в реакцию после охлаждения или нет? Фух, все в дыму, ничего не видно. Да, жидкий азот начал свою работу, и сейчас все промерзнет. Жмякайте справа вверху на голосовалку и угадывайте, что же сейчас будет. Ну а мы готовы вылить Кока-Колу в Мэнтос и в жидкий азот, и посмотрим на реакцию. Кока-Колу Это было жесткое. Не знаю, передал ли камерам масштаб или нет, но блин, тут все в пару. Кока-Колу сильно понизилась температура помещения, а еще так сильно пахнет мятой и сладкого Кока-Колой. Посмотрите, что случилось с Мэнтосом. Да, он весь полопался, и в дырках каких-то. Это явно, наверное, реакция с Колой. Ну, давайте мы ее сольем, чтобы посмотреть поближе. Вроде бы ничего, много осталось все-таки целого Мэнтоса. Есть лед из Колы, и вообще, это же, на самом деле, наверное, огромная ледышка. Давайте попробуем отколупать немного Мэнтоса. О, а попробуем его. О, вы знаете, охлаждение плюс мята, тут еще ядер сильно освежает. Короче, я хочу проверить, как охлаждение Мэнтоса влияет на фонтан из Кока-Колы. Давайте зарядим немного Мэнтоса в трубку и закинем это все дело в Кока-Колу Лайт. Говорят, из нее фонтан круче, чем из обычной. Да, непонятно, или Лайт не подходит для реакции, или Азот повредил свойства Мэнтоса. Ну, реакция, конечно, была, тут, смотрите, все в Коле. А если не Колу использовать Афанту и залить жидкий Азот прямо в нее без Мэнтоса? Я уже когда-то проворачивал подобный труб, тогда была, конечно, горячая вода, но я хочу протестировать, как газированная вода реагирует на жидкий Азот в минус 196 градусов. Так. Фух, начинаем. Жесть. Все в жидком Азоте, он так брызнул. Вся проблема была в том, что нам приходится одевать защитную маску, чтобы защититься. А в ней очень плохо видно, и да еще и трудно попасть с высоты в маленькое отверстие Колбы. Ну, ладно, давайте попытку номер два. Предлагаю вот раз залить жидкий Азот прямо в Колбу, а уже потом лить в нее газированную воду. Может быть, эффект усилится наоборот? Так, заливаем жидкий Азот. Подготовим газированную водичку. Ох, ну, кипит. Ах, какой ты, кто? Ах, ах. Ах, 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 ах. Жест. Пипец. Просто пипец. Это было очень неожиданно. Я не понимаю, почему колба лопнула. Блин, это закаленное стекло, и мы провели в ней немало экспериментов. Я помню, она без проблем использовалась для вакуума. Мы морозили в ней страусиное яйцо и кокосы, и много еще чего. И все-таки она не выдержала. Мне придется теперь закупить новую для экспериментов, ведь для вакуума мне нужна колба. Она довольно-таки дорогая. Ребята, если вы хотите продолжение экспериментов, я готов закупить бочку на 80 литров, которую заполню кока-колой. И мы вылим в нее уже 20 литров жидкого азота. Думаю, это будет просто пипец. Если вы меня поддержите, давайте наберем на этом видео 50 тысяч лайков, чтобы я поднимал ваш интерес, и я сделаю этот эксперимент, сколько бы он не стоил. Не забывайте делать репосты и рассказывайте друзьям, что мы хотим сделать. Вместе у нас должно получиться. А на этом все, ребята. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok